Я записал достаточно большое осмысление касательно Рюрика, касательно Новгорода, Полюдия, Киева, Киевской Державы и всего этого. И там я изложил идею в общем и несколько ее фундаментальных аспектов. Однако, конечно же, все подтверждения, все доказательства, все ссылки на все источники в одно видео, полтора, даже два, даже более часовое вместить нереально. Поэтому приходится записывать еще какие-то дополнения, еще какие-то объяснения. И вот сейчас именно такой случай. Текст будут цитировать по изданию Константин Багрянародный об управлении империей. Москва. Наука. 1991 год. Перевод под редакцией ГГ. Лотаврина А.П. Новосельцева. И также в видео будет карта тоже по этому изданию. Итак, цитировать буду главу именно о русах. Еще есть нюанс, что в данном издании россияне решили в некоторых случаях текст переводить, а в некоторых случаях текст не переводить. Например, в греческом языке вообще нету слова Русь. Поэтому во всех тех случаях, когда описывается Киевская Русь, описывается Рось и Росы. Греки просто Росью и Росами называли Русь и Русов. Поэтому, в общем-то, и россияне, взяв от греков название Руси Роусь, назвали свою страну в конце концов Россией, а не Русью. Если бы россияне заимствовали название Руси, в общем-то, от самой Руси, то и звучало бы оно как Русь. И, например, свою страну они назвали бы Русь, позднее Империя Руси, позднее какая-нибудь Федерация Руси. Но ничего такого в РФ и нет. Потому что сами, не сохранив это как свой отноним, не сохранив достаточную память о Руси, они заимствовали сведения о Руси просто о том, что есть некое такое большое историческое значимое явление, как Киевская Русь. И вот было бы неплохо к этому примазаться. Оно где-то было в Восточной Европе. Россияне тоже считали, что они живут в Восточной Европе. Можно, так сказать, с этим как-то сотождествиться, примазаться, и всё наследие, всю историю Руси присвоить себе. Поэтому иногда сознательно, иногда несознательно. Но россияне иногда так переводят древние источники, что несколько также искажает смысл. Я, в принципе, согласен, что и название русинов иногда звучало как «росины» или вообще «росы», а не «русы». Это было. Но если мы, как бы, делаем перевод с греческого источника, где вообще нету слова «русь» и везде написано «рось», то, пожалуйста, будьте добры. Или вы уже, так сказать, и слово «грек» будете оставлять, как в оригинале. И Константина Багрянародного будете называть не Багрянародным, а «порфирогенетом», как в оригинале. Ну, и ещё много чего другого, как в оригинале. Ну, или если вы будете делать перевод, то и этноним «русь» и «русины» нужно писать именно как «русь» и «русины», несмотря на то, что в греческом оригинале оно и, в общем-то, записывается как «рось» и «росы». Поэтому в своём чтении я буду читать с неким таким исправлением, уточнением данного перевода. Итак, глава о Руси, ну или как по изданию о росах. Да будет известно, что приходящие из внешней Руси в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Руси, а другие из крепости Милиниски, из Телеуцы, Чернигоги и Вусеграда. И так все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пактеоты, а именно кривитены, лензианы и прочие славяне, рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так эти водоемы впадают в реку Днепр, и они из тамошних мест входят в эту самую реку и отправляются в Киоаву. Их вытаскивают для остановки и продают русам. Русы же, купив одни эти долблинки и разобрав свои старые моноксилы, переносят стех на эти весла, уключенные и прочие убранства, снарядив их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву, которая является крепостью Пактиотом Русов и собираются там в течение двух-трех дней. Пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр. Прежде всего, они проходят к первому порогу, нарекаемому эсупи или эсоупи, что означает по-русски и по-славянски «не спи». Порог этот столь же узок, как пространство циканистрия, а посредине его имеются обрывистые высокие скалы, торчащие наподобие островков. Поэтому набегающая и приливающая к ним вода, и завергается оттуда вниз, издает громкий страшный гул. Ввиду этого, росы не осмеливаются проходить между скалами, но причалив поблизости и высадив людей на сушу, а прочие вещи оставив моноксилах, затем ноги, ощупывая своими ногами дно, волокут их, чтобы не натолкнуться на какой-либо камень. Так они делают одни у носа, другие посредине, а третьи у кормы, толкая ее шестами. А с крайней осторожностью они минуют этот первый порог по изгибу у берега реки. Когда они пройдут этот первый порог, то снова, забрав суши прочих, отплывают и приходят к другому порогу, называемому по-русски улворси, а по-славянски острову Нипрах, что означает островок порога. Он, подобие первому, тяжек и труднопроходим, и вновь, высадив людей, они проводят моноксилы так, как и прежде. Подобным же образом минуют они и третий порог, называемый геландри, что по-славянски означает шум порога. А затем, также четвертый порог, огромный, нарекаемый по-русски АОФОР, АИФОР, точнее, по-славянски, НИАСЫД, так как в камнях порога гнездятся пеликаны. Итак, у этого порога все причаливают к земле носами вперед. С ними выходят назначенные для несения стражи мужи и удаляются. Они неусыпно несут стражу из-за починокитов, А прочие, взяв вещи, которые были у них в моноксилах, проводят рабов в цепях по суше на протяжении шести миль, пока не минуют порог. Затем, также, они волоком, другие на плечах, переправив свои моноксилы по всю сторону порога, столкнув их реку и, внеся груз, входят сами и снова отплывают, посадив же, подступив же к пятому порогу, называемому по-русски Варуфорос, а по-славянски Вулнепрах, ибо он образует большую заводь и переправив опять по излучинам реки свои моноксилы, как на первом и на втором пороге, они достигают шестого порога, называемого по-русски Лианди, а по-славянски Веручи, что означает кипящие воды, и преодолевают его подобным же образом. От него они отплывают к седьмому порогу, называемому по-русски Струкун, а по-славянски Напрези, что переводится как Малый порог. Затем достигают так называемой переправы Крария, через которую переплавляются херсонеситы, идя из Руси, и починокиты на пути к Херсону. Эта переправа имеет ширину ипподрому, а длину снизу до того места, где высовываются подводные скалы, насколько пролетит стрела, пустившего ее отсюда дотуда. Веду чего к этому месту спускаются починокиты и воюют против русов. После того, как пройдено это место, они достигают острова, называемого Святой Георгием. На этом острове они совершают свои жертвоприношения, так как там стоит огромный дуб. Приносят жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы вокруг дуба, а другие кусочки хлеба, мяса, и что имеет каждый, как велит их обычай. Бросают они жребий о петухах или зарезать их, или съесть, или отпустить их живыми. От этого острова русы не боятся починокитов, пока не окажутся в реке Селина. Затем продвигаются таким образом от этого острова до четырех дней они плывут, пока не достигнут залива реки, являющегося устем, в котором лежит остров Святого Еферия. когда они достигнут этого острова, то дают там себе отдых до двух-трех дней, и снова они пере оснастив свои моноксилы все те мужи, чего им не достает парусами, мачтами, кормилами, которые они доставляли с собой. Так как устья этой реки являются, как сказано, заливом и простирается вплоть до моря, а в море лежит остров Святого Еферия, оттуда они отправляются к реке Днестр и, найдя там убежище, вновь там отдыхают. Когда же наступает благоприятная погода, отчалив, они приходят в реку называемую Аспорос и подобным же образом отдыхают и там, снова отправляясь в путь и приходя в Селину, в там называемый рукав реки Дунай. Пока они не минуют реку Селину, рядом с ними следуют Починакиты и если море, как это часто бывает, выбросит моноксилы на сушу, то все прочие причаливают, чтобы вместе противостоять Починакитам. От Селины же они не боятся никого, но вступив в землю Булгарии, входят в устье Дуная. От Дуная они прибывают в Конопу, от Конопы в Констанцию, к реке Варна. От Варны же проходят к реке Дичина, все это относится к земле Булгарии. От Дичины они достигают области Месември, тех мест, где завершается их мучительное и страшное невыносимое тяжелое плавание. Зимний же и суровый образ жизни тех самых русов таков, когда наступает ноябрь месяц, Тачас и Хархонты выходят со всеми русами из Киева и отправляются в полюди, что именуется кружением, а именно в славянские земли Верваринов, Драгувитов, Кривичей, Севериев и прочих славян, которые являются пактеотами русов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киев. Потом, так же, как было рассказано, взяв свои моноксилы, они оснащают их и отправляются в Романию, знать, что узы могут воевать с починокитами. Вот такая вот глава. Ну, относительно починокитов и узов, пока это нам вообще неинтересно. Это, предположительно, печенеги и огузы, но, как бы, не важно. Важно другое. Например, сейчас сделаю короткие комментарии, а потом более детальное осмысление. Вервяне и линдзяне это славянские общности, не упомянутые в повести временных лет. Вервяне это западные поляне. Западные поляне отчасти смешанные с древлянами, можно так сказать. Линдзяне это славяне, живущие в районе Вислы, Буга и Сяна. То есть, сейчас они ассоциировались бы не с русинами, а с поляками. А в те времена они были, в общем-то, пактеотами Руси, как свидетельствует Константин Багрянародный. Савиры тут называются севериями, но еще не северянами. Драгувиты еще описываются как общность и еще не расколовшиеся на древлян и дряговичей, как это уже засвидетельствует повесть временных лет. Тут полюдие также называется кружением. То есть, нужно понимать, что полюдие это некий маршрут, который, может быть, и не соответствует вот просто окружности, которая круглая. Но все равно этот маршрут, который уж точно не предполагает отправление соответственно в Новгород Ильминский, который достаточно далеко и достаточно отдельно от основной Руси. Ну, и еще возможно кое-что скажу о реке, которая здесь не упомянута, однако которая важна в понимании вообще того, что есть полюдие, что есть Русь в узком смысле и так далее. Река называется Неруса. Эта река течет, что показательно, на территории нынешней Российской Федерации, протекая в Орловской и Брянской области. Данная река является левым притоком Десны, в которую впадает напротив города Трубачевска. Предположительно, этот Трубачевск это тот же город, который в тексте Константина Багрянародного называется Телиуцы. Ну и вот, в принципе, вот эта река Неруса, это река, которая на тот момент находилась уже за северо-восточной границей, в общем-то, Руси в узком смысле этого слова. Да, позднее Русь росла, да, позднее как бы Русь стала империей, которая от Бярмии и Волжской Булгарии, на северо-востоке, от Хазарии, от Тиму-Таракани, от Валахии до Литвы, и вот такая вот огромная на всю восточную Европу. И Русь в узком смысле слова, в этом всем огромном государственном образовании постепенно начало несколько размываться, несколько теряться, но все же Русь не потеряла себя. И когда вследствие межусобиц, и когда вследствие нападения татаро-монгол, Русь как большое объединение окончательно потеряла вообще и свое существование, тем более какую бы то ни было свою синхронность, какое-то какое-то свое единство, хоть что-то схожее на очертание былой империи, то сама Русь в узком смысле этого слова как раз никуда не терялась и собралась в виде того, что стало известно как Украина или Вкраина, то есть выкраенная часть Руси. собирал вот эту центральную часть, исконную истинную часть Руси под своей властью не кто-нибудь, а именно Данила Голицкий, король Руси Украины. Но то уже другая история. Пока ввиду того, что здесь упомянуты некие пактеоты, скажу кто это такие. Пактеотами тут названы славяне. Пактеоты, как видно из данного текста Константина Багрянародного бывают как отдельно взятые народы, племена, так и города. И слово пактеот происходит, как ни странно, от слова пакт, то есть соглашение или договор, и обозначает по сути идею, схожую с тем, что в Римской империи было как федераты или как клиентские государства, то есть пактеоты Руси это те объединения, те в общем-то какие-то государственные, предгосударственные, окологосударственные формации, которые так или иначе высказались приблизительно в стиле того, как это записано в повести временных лет, типа земля у нас хорошая, страна у нас хорошая, но князя нашего или вы только что убили, или он сам куда-то делся, поэтому приходите и правьте нами, и установите нам порядок, и пусть все будет хорошо. Вот те славянские народы, которые готовы были так взаимодействовать с Русью, становились пактеотами Руси, а в дальнейшем и становились субъектами империи Руси. Заметьте, поляне тут не названы пактеотами Руси. Поляне тут являются в общем-то фактически сердцем, средоточием Руси, а вот остальные тут являются пактеотами Руси. Также еще в общем-то важный нюанс это относительно того, что Русь растет, если мы сравним то, как Русь описана здесь и дальше, как Русь будет описана уже при Владимире, при Ярославе, Русь растет и даже земли, которые подпадают под определение Русь в узком смысле этого слова, с времен Рюрика до Данилы несколько все-таки выросли. Кроме того, тут Русы названы чем-то вот это Русь в узком смысле этого слова. Русы эти названы чем-то несколько отдельным от остальных славян. Больше того, эта отдельность касается не только каких-то обычаев, но даже и языка, что собственно позволяет некоторым норманистам трактовать эти сведения как то, что ну смотрите, есть славяне, которые славяне, а есть Русь, которые скандинавы. Однако, если взять тексты Прокопия Кесарийского, того самого, про которого мне многие писали, что а зачем ты вообще читаешь эту нудоту, нам неинтересно слушать, хватит, нам неинтересно слушать, так вот, Прокопий Кесарийский, когда описывал славян, он описывал, что есть анты, а есть славяне. И Прокопий Кесарийский четко разделял антов и остальных славян. При том, что он понимал, что на тот еще момент этнически и в языковом плане между славянами и антами разницы не то, что большой, а практически еще никакой существенной не было. но со временем эта разница росла. Начиная при нем эта разница еще была по большей части культурная и начиная с тех и чуть более ранних времен эта разница росла, росла, росла. Так что во времена Руси существовали даже разные диалекты. Диалект славянский и диалект русский. Русинский, то есть, скажем так, протоукраинский. Все это происходит еще из той некой выделенности Руси из остальных славян, которая начинает еще из той самой выделенности антов из среды остальных славян, которая как фиксируется на момент жизни Константина Багрянародного, также и фиксировалась Прокопием Кесарийским на момент его жизни. Несколько скажу касательно того, что здесь Хортица названа островом Святого Георгия и упомянут еще какой-то остров, который уже находится или в дельте Днепра или вообще рядом с Днепром уже в общем-то в Черном море возможно остров Березань тут он назван остров Святого Еферия и если поразбираться то Святой Еферий это деятель почитаемый херсонеситами то есть это херсонеситский христианский святой что показывает тот факт что херсонеситы неплохо взаимодействовали с тогдашней Руссией так что даже пытались свои названия давать тем или иным географическим соответственно объектам на территории подконтрольной Руси ну и еще раз пробежемся по названиям порогов итак первый порог называется Эсоупи в таком виде и значении как Неспи он присутствует на русском и на славянском языке второй порог называется по-русски Улворси а по-славянски Остров Унипрах переводится как Остров Порога ну соответственно с славянского языка как с русского языка переводится непонятно так или иначе третий порог вновь именуется одинаково Геландри как на славянском так и на русском языке четвертый порог по-русски называется Аифор по-славянски называется Ниасит пятый порог по-русски называется Варуфорос по-славянски называется Волнипрах шестой порог по-русски называется Лианди по-славянски называется Веручи и обозначается что вот это слово Веручи обозначает кипящие воды но на самом деле тут я с Константином Багрянародным несколько не соглашусь Веручи или точнее Выруючей обозначает не кипящие воды а бурлящие воды Бурлящие воды да, внешне выглядят как кипящие но вот только они от этого не становятся горячими и их никто снизу не подогревает они просто бурлят но так или иначе Выруючей как бурлящий вот такое славянское название вполне читаемо и вполне соответственно но русское название Лианди это другое название с другим значением седьмой порог по-русски называется Струкун а по-славянски называется Напрези здесь Багринарёдный даёт перевод Малый порог ну и считается что это перевод славянского значения я могу вообще предположить что это скорее перевод значения русинского а славянское Напрези возможно как напруженный переводится то есть связанный с каким-то напряжением упругостью или чем-то таким так или иначе тут важно даже не только то что существуют разные наборы названий для порогов Днепра тут важно то что в некоторых случаях пороги называются одинаково как по-русински так и по-славянски этого бы не было если бы русины были бы пришлыми шведами с другой стороны если русины и славяне жили в принципе рядом и часть их языка часть их культуры продолжала быть синхронно но как диалект и как отдельный народ они естественно приобретали отдельные какие-то черты свойственные только им и не свойственные их соседям поэтому естественно часть названий к порогам Днепра у них были свои которые отличались от того как эти пороги называли другие славяне там проживающие то есть такая дуальность названий порогов Днепра как раз говорит о русах не как о принципиально чуждом народе чуждый народ для всех порогов придумал бы свои абсолютно чуждое название чуждый народ с чуждой культурой вообще придумал бы название исходя из своих воззрений на эти пороги никак не опираясь на славянские тут же видим что в некоторых случаях даже в общем-то название что по русски что по славянски одно и то же а такое может быть только если культуры максимально синхронно взаимодействовали и изначально и если изначально часть в общем-то языка и культуры у них была общей ну да со временем какие-то особенности приобретались и возможно русины часть порогов или переназвали ввиду каких-то случившихся с ними обстоятельств ввиду того что русины больше взаимодействовали с плаванием чем другие славяне ну или вообще изначально у разных народов были разные названия которые так никогда и не были синхронизированы ведь сейчас у разных славянских народов существуют разные названия для одних и тех же рек для одних и тех же гор для одних и тех же других географических объектов иногда существуют даже в рамках близких славянских языков все равно какие-то разные названия для даже достаточно обыденных каких-то процессов и да в некоторых случаях эти отличия объясняются заимствованием но в некоторых случаях это и сохранение более архаичных соответственно каких-то корней то есть допустим то же самое белорусская адукация обозначение обучения это совершенно не соответствует славянскому языку но в белорусском языке это есть они заимствовали западное слово education и просто модифицировали его под свой язык и такое бывает при том что украинский и белорусский язык достаточно близки но вот какие-то слова во-первых какие-то слова имеют значение чуть ли не в точности да наоборот как я уже не раз приводил примеры со словом шмат которое в украинском языке обозначает всего лишь кусок чего-то а в белорусском языке обозначает много чего-то то есть слово звучит одинаково понятно что значение этому слову выработалось и в украинском и в белорусском языке из одних и тех же образов понятно что начально подразумевалось что есть нечто целое это целое делится на части и вот соответственно речь идет или об одной из этих частей или о том что вообще этих частей много в начале видимо этот образ был более полноценным но потом вот в белорусском языке сохранилось такое слово со своим значением в украинском такое со своим значением такое возможно только в близких языках между которыми было а иногда и есть взаимодействие то есть даже по этому тексту вот эти загадочные русы которых все сватают в родсев и в шведов они здесь не родцы и не шведы а они здесь те же самые славяне и русины просто культурно отличающиеся от остальных в общем-то обычных славян ну и теперь пробегшись по основным моментам текста возвращаюсь к началам пробегаться уже более детально по тексту от начала до конца итак из внешней Руси в Константинополь моноксилы являются одни из Немограда в котором сидел Свентослав Свентослав сын Ингвара Архонта Руси а другие из крепости Милиниски из Телеуцы Чернигоги и из Вуссеграда если анализировать то что сказано здесь во первых здесь упоминается некая внешняя Русь вот этот термин внешняя Русь тожественен более позднему термину Великая Русь или Русь в великом смысле этого слова правда тогда этот термин еще не обозначал ни территории проживания россиян ни даже все территории подвластной Киевской Руси уже в том варианте в котором она была в каком-то 10-11 веках тут имелись ввиду как раз те территории Пактиотов которые принадлежали ядру киевского государства то есть те же самые Немоград Милиниски Тилеуцы Чернигоги и Вусеград которые направляют свои лодии чтобы те собрались возле Киоава называемого также Самватас несколько относительно самих вот этих Немогарда и остальных Немогард часто его интерпретируют как Новгород и типа если вот так почитать то как сейчас трактуется история трактуется вообще история Киевской Руси история что Рюрик приходит в Новгород Новгород это конечно же Новгород Эльменский все дела и вот тут мы видим текст о Древней Руси и упомянут некий Немогард ну наверное это Новгород даже не стану спорить наверное это Новгород однако нужно учитывать что Новгорода который Новгород Эльменский в те времена попросту не существовало это времена Игоря и Святослава в те времена Новгород представлял собой всего лишь небольшую такую горсть домов небольшое поселение представителей киевской торговой знати которая через вот тот Приильминский регион торговали с Балтийским регионом при том что был более простой способ добраться в Балтийский регион но там нужно было или находить общий язык или договариваться с Балтийскими народами а был более далекий но более такой прямой способ общаться с Балтийским регионом тогда нужно было своих представителей держать где-то возле озера Ильминь и если они там не замерзнут если их там не зарежут финоугры то они смогут или торговать с прибывающими с Балтики торговцами или сами отправляться на Балтику и там что-то продавать что-то покупать поэтому тут тот Новгород который Ильменский отпадает как по факту что его тогда не существовало так и по факту что тут описывается о том что берутся моноксилы моноксилы это лодка однодревка я например в том же Ровненском краеведческом музее снимал некоторые такие вот лодки однодревки то есть берется большое дерево большой ствол дерева обрезаются ветви обрезается все лишнее выдалбливается ствол иногда предварительно распиливается даже на две половины так чтобы сделать из одного ствола вообще две лодки оттуда выдалбливается все внутреннее все лишнее продалбливаются перегородки иногда устанавливаются какие-то надстройки соответственно как даже в тексте Константина Багрянародного описано что делаются все подставки под весла сиденья ну все чтобы было удобно сидеть там и грести и сохранять там какое-то имущество чтобы в случае чего оно по-быстрому не выпало в реку и вот вот эти лодки долбленки их нужно было спускать под Днепру в сторону Киева то есть тот Новгород который здесь обозначен как немогард должен был находиться или непосредственно на Днепре или на одном из притоков Днепра исключительно ради и для того чтобы спустить эти лодки долбленки по рекам по притокам Днепра в Днепр и по Днепру к Киеву чтобы там дальше все это весь этот флот собрался и для торговли или для войны общими силами спустился на юг прошел пороги в случае необходимости усмирил тамошних печенегов и спустился дальше торговать или воевать в Болгарию и в византийские ромейские края нигде здесь не сказано что здесь идет речь про некий Новгород который отстает от Руси намного дальше намного севернее и из которого лодии вообще волоком тащат собственно к притокам Днепра нету прямого речного пути из Новгорода к притокам Днепра только через Волок и естественно это можно сделать но это несколько осложняет путь несколько осложняет маршрут к тому же возвращаемся к тому что в конце там упомянут упомянут такой процесс как полюдие которое осуществляется зимой и которое которое связано с проходом в основном по рекам реки замерзают превращаются в удобные трассы для перемещения конницы князья отправляются в путь и где нужно между реками они могут пройтись и соответственно по каким-то ну по тем местам где в другом случае они были бы вынуждены волоком тащить лодии однако в том случае они без лодий поэтому на конях этот путь преодолевают и отправляются соответственно по кругу как этот круг начинается как заканчивается так же описано князь отправляется на запад дальше на север дальше на север на север дальше на восток дальше на юго-восток на юг и дальше на юго-запад к Киеву делая полный круг где князь проходит и разные народы пактеотов и возвращается обратно в столицу Киев то есть вот вот эта далекая как бы внешняя Русь сформирована из пактеотов то есть из покоренных народов чьи государства присоединены с помощью пакта оно находится в неком единстве с Русью и киевский князь там соответственно какое-то время правит судит суды наводит порядки и возвращается в Киев и делает это исключительно по кругу не делая огромнейший крюк для отправления в Новгород который на Ильмине маршрут по Люде описан и нет сомнения что маршрут по Люде соответствует также тем регионам из которых отправляются моноксилы в сторону Константинополя потому что это определяется и в общем-то удобством и тем что моноксилы отправляются именно по притокам Днепра а также определяется тем что князь во время Полюдия имеет тот или иной план сходить на Константинополь предварительно уже во время Полюдия дает в землях своих пактеотов те или иные распоряжения и говорит например вы подготовьте меха а вы подготовьте моноксилы а вы подготовьте стрелы а вы подготовьте воск а вы подготовьте еще что-то и соответственно дальше когда когда лед уже растает и наступит летная погода только в данном случае не летная а плавательная как раз они смогут исполнить все эти веления князя спустить свои лоди к Киеву и дальше от Киева Киева Самватас отправится дальше на юг то есть как бы все Новгороду Ильменскому в рамках данной системы Полюдия в рамках данного описания того откуда выберутся моноксилы чтобы отправляться к Константинополю Новгороду Ильменскому в рамках этой системы места нету при всем желании при каких-либо других измышлениях и извращениях потому что здесь с нескольких сторон можно проверить и сверить то какие имеются ввиду территории и какие имеются ввиду регионы и так и так и так славяне же их пактеоты а именно кривитеи линдзяны и прочие славяны рубят в своих горах моноксилы во время зимы и снарядив их с наступлением весны когда растает лед вводят находящиеся по соседству водоемы так эти водоемы впадают в реку Днепр то и они из тамошних мест входят в эту самую реку и отправляются в Киоаву их вытаскивают для остановки и продают русам русы же купив одни эти долблинки и разобрав свои старые моноксилы переносят с тех на эти весла уключенные и прочие убринства снаряжая их и в июне месяце двигаясь по реке Днепр они спускаются в Витичеву которая является крепостью пактеотом русов и собравшись там в течение двух-трех дней пока соединяются все моноксилы тогда отправляются в путь и спускаются по так названной реке Днепр прежде всего они приходят к первому порогу ну и дальше уже описываются пороги то есть вот такие вот дела тут у нас вариантов для каких-то разных иносказаний пересказаний особо нет и дальше конец данной главы зимний же и суровый образ жизни тех самых русов таков когда наступает ноябрь месяц это час их архонт выходит со всеми русами из Киева и отправляется в полюди что именуется кружением а именно в Словении вервианов драгувитов кривычей севериев и прочих славян которые являются пактеотами русов кормясь там в течение всей зимы они снова начиная с апреля когда расступает лед на реке Днепр возвращаются в Киев потом так же как обычно рассказано взяв свои моноксилы они оснащают их и отправляются в Романию то есть все когда как бы лето моноксилы спускаются к Киеву а когда зима князь на конях по кругу делает обход вот этих славений то есть славянских государств которые здесь перечислены это у нас славения вервианов славения драгувитов славения кривычей славения севериев то есть славянские страны соответствующих народов вервиани это западные поляне это практически рядом между Киевом и Искростаном практически может быть небольшое отступление на запад дальше другувиты это у нас Искростан и севернее от него дальше кривичи это в общем-то ближе к Смоленску туда уже и северяне это у нас Чернигов Чернигов и Новгород который который здесь упомянут как Немоград ну или который известен как Новгород Северский то есть вот такие вот дела это все народы которые по сути находятся вокруг данного маршрута по Днепру и по Десне отправляется князь поначалу по началу от Киева в сторону Искростана по западному берегу Припяти скажем так условно относительно дальше по Днепру по Днепру к истокам Днепра и дальше в районе соответственно там где рядом находятся истоки Днепра и Десны переходят уже к Десне и по Десне к Новгороду Северскому к Чернигову и обратно там где Десна впадает в Днепр обратно к Киеву круг замыкается все для отлучения на такой себе достаточно отдаленный крюк через болото через леса соответственно в Новгород Ильменский тут нету ни времени нету ни места для этого вообще ничего потому что для путешествий по люди здесь отведен исключительно зимний период а именно указано что это делается приблизительно с ноября потому что как раз раннюю осень посвящали именно Киеву в раннюю осень ну по сути вообще в осень там празднество Всебожие там там как раз свои дела там не до походов походов военных по идее уже нужно вернуться как бы перед полюдием есть еще время то есть там все там все это было рассчитано все это было продумано и дальше начинается полюди и получается ноябрь декабрь январь февраль март вот это те месяцы которые есть на то чтобы прийти в Искрастан какое-то время поправить там и дальше отправиться дальше и вот так по соответственно Днепру добраться до того же самого Смоленска по дороге по княжеву в нескольких городах как в общем-то во временной такой столице из Смоленска потом добраться до Новгорода Северского и дальше добираться уже соответственно до Чернигово и дальше уже в марте возвращаться в Киев возвращаться в Киев приводиться в порядок и дальше уже через пару месяцев через месяц или через пару месяцев по сути можно отправляться в южные поездки по морю потому что уже лед растаял и все к этому готово но во время вот этих вот княжений так сказать временных в городах пактеотов князь должен ну во-первых прийти когда князь приходит ему осуществляют торжественный прием с песнями плясками дарами коврами с хлебом с солью с вот этой всей народной хренью которая нудна которая бессмысленна которая когда-то имела какой-то глубинный смысл но потом этот смысл уже тысячу раз был забыт и по сути это воспроизводится просто как обычай потому что так надо потому что так все привыкли потому что так делал дед бабки и жучка там тоже кого-нибудь и поэтому так надо делать дальше это занимает тоже несколько дней дальше пообщаться с местным жречеством с местными князьями когда эти все вводят так сказать в курс дела объясняют что там у них произошло что хорошо что плохо может там у них враг какой-то недалеко есть и надо помочь им оборониться от него может там андрофаги заблукали так сказать но это это тоже тогда бывало хоть и не часто дальше могла возникнуть ситуация что какой-нибудь местный князь захочет за князя за его сына за его воеводу выдать какую-нибудь свою дочь или сестру если она еще достаточно молодая и тоже тут это нужно все по обрядам по канонам понять принять это или отвергнуть и как это сделать если князь это принимает не для себя то тоже как это правильно сделать если он принимает это для сына или для брата то тоже как это все сделать князь должен подумать князь должен сделать это все тоже с обрядами с песнями с плясками с хороводами тоже отнимает дни дальше князь садится на трон и в общем-то правит государством И постепенно к нему приходят сначала знать всевозможное, тоже ему приносят дары, тоже там с ним общаются, пытаются договориться о каких-то делах, а потом приходят те, у кого есть всевозможные судебные тяжбы, которые просят его решения по их вопросам. И это тоже князь должен разрешить. Но все это тоже отнимает время. Ну и дальше также завершится это тем, что уже когда князь решит основные проблемы, князь попросту будет выслушивать любых каких-то граждан пактеотских народов, которые захотят к нему обратиться. По возможности удовлетворять их прошение или там как-то поощрять их или наказывать и так дальше. Также будут проведены разные пышные помпезные всевозможные штуки, и князя отправят в следующий город. Дальше князю нужно прийти в следующий город, и история повторяется. То есть это не так, что вот пришел, день побыл и поехал дальше. Все эти путешествия, во-первых, учитывая, что они расстояние между городами преодолевали на конях, иногда с использованием повозок, иногда без них, но все равно это занимало дни. Все равно нужно было останавливаться на ночлег, все равно это тоже было сопряжено с тратой времени. И получается потратить неделю, а то и месяц в каком-нибудь городе, дальше бежать, что есть силы, в следующий город по данному пути, и тоже тратить время в дороге. И дальше прийти в тот город, надеяться, что там меньше будет всевозможных проблем и дел к нему. И вот так заканчивается время полюдия, и наступает уже лето. Князь не может продолжать полюдия до, не знаю, до Купалы прямо, до осени, потому что летом ему нужно постараться сходить на Херсонес или на греков в более южные земли, если есть такая возможность. А если и не сходить на них, то, по крайней мере, поторговать с колхидой, поторговать с рабами, чтобы что-то заработать. То есть, во время полюдия чисто физически у русинских князей не было возможности вырваться, чтобы отправиться в Новгород-Ильменский и там, соответственно, что-то делать в таком духе. Позднее Новгород-Ильменский будет присоединен к Руси, когда уже политическая структура и структура управления Руси будет несколько пересмотрена. Княгиня Ольга, дальше Святослав, Свенельд, Ярополк и закончит это Владимир, они пересмотрят систему полюдия к системе своеобразного наместничества. Они больше разобьют как раз систему наместничества и систему полюдия практически упразднят. Это даст более легкую возможность Руси контролировать непосредственно далекие территории. Во времена Рюрика, во времена Олега, Игоря также контролировались и весьма дальние территории от Руси. Но они даже не считались пактеотами, они просто были теми народами, которые время от времени платят дань. Те народы на протяжении лет могли не видеть русинского воинства, могли даже не иметь русинского посла или русинского наместника. И только практически через поколение могли узнать, что, видите ли, киевский князь считает их своими подданными. А они уже, если берем пример с поляками, они уже там сформируют свою вообще династию, они уже получат от немецкого императора корону, провозгласят себя королями. И тут киевский князь им скажет, стоп, а вы же вообще-то мои подданные. И они такие, не-не-не, фиг тебе, мы уже с тобой воевать будем. То есть, да, система управления в ранней Руси была очень неповоротливая и очень неудобная. Но вместе с тем очень четко структурированная и очень хорошо можно проследить, какие территории принадлежали к системе по-люде, какие территории принадлежали к понятию «русь» в узком смысле этого слова. А по реке Неруса можно даже проследить, до какой реки, в общем-то, отмечались территории самой Руси. Потому что то, что северо-восточнее Руси, обозначалось уже как Неруса. Есть река Рось под Киевом, то есть река, которая обозначает Русь и где есть Русь. И заметьте, где-нибудь под Львовом нету реки Неруса, где-нибудь под Луцком также нету реки Неруса. А вот как раз в северо-восточном направлении есть река, которая четко фиксирует, что все дальше за этой рекой Руси уже нет. О значении тризуба в контексте истории ранней Киевской Руси. И в частности, буду ссылаться отчасти на Константина Багряна Родного, отчасти на археологию, повесть временных лет. Но перед тем, что я буду говорить, нужно понимать, что на протяжении тысячелетий значение символа менялось. Кроме того, символы могут обозначать разные какие-то идеи, разные явления для разных людей. Кроме того, есть разница между знаком и символом. Например, у каждого пользователя компьютера есть значок, который изображает, по сути дела, окна. Это значок, который состоит из четырех прямоугольников, кнопка «Пуск». Сокращенно этот значок обозначает окна, то есть, как бы окно, состоящее из четырех стекол, перегороженных перекладиной. Но тут символизирует в рамках операционной системы Windows, он символизирует совершенно, во-первых, не окна, которые окна в квартире или в любом другом здании. Он символизирует даже не только и не столько какие-то конкретные окна, папок и всего такого в рамках операционной системы. А вот этот значок, который присутствует на клавише «Пуск», он обозначает в общем систему и как бы доступ ко всем функциям системы, то есть, «Пуск», а дальше уже выбирай, какое тебе окно нужно. То есть, знак, как бы взят из изображения окон, обозначает уже окна, не которые физические окна, а которые окна в рамках операционной системы Windows. Ну, Windows буквально это и означает слово «Окна», но также обозначает не конкретные какие-нибудь окна, а вообще все программы и все функции и все остальное, что есть на компе. Поэтому, как правило, данная клавиша называется клавиша «Пуск». А многие воспринимают этот значок уже вообще как какой-то всего лишь логотип операционной системы Windows. И на дальнейшее какое-то восприятие этого знака накладываются уже свои какие-то аспекты отношения к операционной системе Windows. Причем у разных изданий операционной системы, там какая-нибудь старая версия или экспишка, или еще какая-нибудь штука, семерка, там, восьмерка, десятка, одиннадцатая. У всех у них какие-то свои особенности, какие-то свои нюансы. Люди по-разному могут обожать, если они достаточно такие ленивые, они могут обожать ту же самую семерку, но ненавидеть одиннадцатую. При том, что это всего лишь их лень, в плане того, что они не хотят чуть-чуть переучиться и познать дзен, так сказать, одиннадцатой Windows. Так вот, у знака тризуба также много значений на протяжении его ранней, древней и всевозможной другой истории. И, например, в индуизме тризуб вообще получил свое значение совершенно конкретное, совершенно определенное, и его значение со значением тризуба Киевской Руси, хоть и имеет общий корень, но в Киевской Руси это значение весьма и весьма отошло уже от того самого корня. Ну, как, в общем-то, и у индусов оно отошло чуть в свою сторону, сконцентрировавшись лишь на некоторых аспектах значения этого знака. Кроме того, уже в современный период истории Украины мне встречалась такая ситуация. Год 2011 провожу встречу с теми, кто интересовался родноверием, ведическим знанием, ведической историей, философией, всем таким, и приходит человек. Человек видит, сколько у меня на всем изображено священных знаков трайсубов и говорит, пять лет в милиции проходил под этой вилкой, проработал там, и тут, так сказать, только от этого избавился, прихожу к тебе, чтобы, так сказать, душа воспряла, отдохнула. А у тебя опять эта вилка. Для него тризуб это, как он пренебрежительно назвал его, вилка. То есть, он воспринимал этот знак исключительно как государственный знак, соответственно, страны, в которой он живет, в которой работает. Он воспринимал, а это еще времена там Януковича и всех этих дел, тогда у них патриотизма, естественно, никакого не было. Больше того, даже тот патриотический всплеск, который пытался возникнуть при Викторе Ющенко, он при Януковиче, в общем-то, был сведен на нет. И, соответственно, понимания значения этого знака у него не было. У него тризуб ассоциировался исключительно с государством. Для него тризуб символизировал государство в первую очередь во всех негативных аспектах, связанных с ним. Тризуб для него это был и коррупция януковических чиновников. Тризуб для него был это, соответственно, и произвол, и какие-то домогательства его начальства. И вот все-все то негативное, с чем он сталкивался, в чем он варился, для него символизировалось тризубом как государством, как государственным знаком. А если государство такое, значит и знак этого государства означает все это такое. Но когда человек со мной пообщался, он узнал древнее значение, даже заплакал, что бывало редко, хотя в результате так и не захотел познавать глубины ведического знания полноценно. Но все равно, по крайней мере, в плане своего отношения к священному Тризубу, его понимание намного углубилось, намного расширилось, намного исправилось. Он понял, что это не просто знак, который случайно почему-то, как красная звезда, та же самая у коммунистов, стал знаком государства, а что это древний-древний священный знак. Когда же случилась революция достоинства, то, в общем-то, для людей значение знака Тризуба стали переводить как воля и показывать. Вот видите, там одна сторона как В, средина как О, верх как Л и следующая сторона как Я. Вот воля. Вот у вас есть двуглавая курка-мутант, чернобыльский петух вот этот, который, увешавшись коронами, скипетрами и прочей хренью, хочет, так сказать, вас загнать в холопы, и можете ему покориться. А есть священный, ну, они, как бы, не говорили, не делали упор, что он священный, ну, так или иначе, есть свой важный родовой, можно сказать, родной знак, который обозначает волю. Поэтому, давайте, так сказать, за волю, ну, или вас курка двуглавая починит. И люди поняли, те люди, которые не могли осознать всю глубину этого знака, те, которые не могли исследовать индоевропейские, доиндоевропейские аспекты значения, философские смыслы, там, мироздание, рарага, то, что это тризуб, с которым изображался и Шива, и Мордук, и Один, и, в общем-то, проявление Всевышнего вообще во всех странах, во всех народах, все те, кто не знали о тризубе в раннем христианстве, о том, что, допустим, в некоторых случаях у ранних христиан тризуб считался символом Святого Духа, как птицы. У коптов, у египтян, тризуб считался своеобразным знаком, сигилом Архангела Михаила и, соответственно, высшей степени сигилом Архангела Михаила, единящим его со Всевышним. И, как бы, это тризуб высшего духовного начала для коптов. Есть мумии, на которых, коптские мумии, на которых изображены тризубы, в общем-то, весьма похожие на классические тризубы рахманской традиции и на некоторые начертательные версии тризубов ранних рюриковичей. Поэтому тут все достаточно сложно и простолюдины. Люди с узким мышлением, естественно, они не станут все это изучать. И даже если их со всем этим ознакомить, у них не хватит интеллекта, чтобы все это так сопоставить, чтобы понять, как бы, что это означает для них вот именно здесь и сейчас. Поэтому кто-то, или оно само так сложилось, или кто-то нашелся, кто для них, соответственно, кратко изложил, что тризуб – это знак воли. Если вы за волю, значит, вы за тризуб. Если вы за двуглавую курку мутанта, то этот петух вас, так сказать, этим же скипетром от это самое, в общем, во все места. Поэтому лучше не надо. Поэтому лучше не сдаваться петухам. Лучше использовать свой родовой знак. И так, как бы уже тогда понималось противоречие украинцев и московитов, когда украинцы со своим знаком, обозначающим волю, московиты со своей двуглавой куркой, петухом-мутантом, которые обозначают лишь порабощение, лишь какой-то нездоровый организм, которым, в общем-то, и является Российская Федерация. Но дело в том, что так же, как и сейчас, так же и на протяжении тысячелетий тризуб менял свое значение, и означая изначально, в принципе, достаточно важные, достаточно возвышенные философские идеи, на протяжении столетий мог приобретать новые аспекты. Как, соответственно, нынешняя его трактовка как монограмма слова «воля». Например, во времена Грушевского тризуб подняли исключительно как знак герб Киевской Руси и как знак преемственности Украины от Киевской Руси. Украина, УНР, именно и воспринималась, и понималась, соответственно, как преемница Киевской Руси. В более древние времена, во времена Рюриковича и Владимировича, соответственно, тризуб имел ряд своих значений. Там было много его версий, но, в частности, во времена Игоря и во времена раннего Святослава и отчасти его сыновей, у тризуба было еще одно значение. И это значение как раз хорошо связано с географией Украины. И это значение как раз хорошо связано с тем, что описано в наших летописях и в труде Константина Багрянародного под названием «Полюдье». «Полюдье» – это такая штука, когда киевский князь обходил ближайшие центральные провинции ядра Киевской Руси, ядра государства Киевская Русь. Обходя эти провинции, князь поначалу шел на запад, возле некоторых городов, которые находились близ Припяти. Дальше от Припяти он поднимался на северо-восток, к, в общем-то, верховьям Днепра. И дальше от Днепра он обращался на восток, уже к Десне. И по Десне возвращался на юго-запад к Киеву. Днепр, Припять и Десна в понимании киевских князей со временем приобрели также значение того тризуба, которым они правят. Киевские князья знали о том, что фактически, как царский жезл, боспорские цари использовали тризуб. Но там, как бы и тогда, и сейчас, этот тризуб трактовали как тризуб Посейдона, и трактовали как то, что Боспоро-Понтийское царство, оно находится на проливе Боспор, оно контролирует Черное море, ну, или часть Черного моря, и поэтому вот у него знак Посейдона, и поэтому цари Боспора как представители Посейдона. Ну, там на самом деле все глубинней и интересней, однако можно и такую трактовку допустить. Также Рюриковичи знали, что знаком, жезлом, несколько похожим на тризуб, обозначают свою власть и монархи тогдашней Западной Европы. Это то, что известно как Геральдическая лилия, это то, что изображалось на жезлах, королевских, княжеских жезлах, императорских жезлах и правителей Франкской империи, Французского королевства, Королевства Франции, Римской империи, Германской нации. Оттуда это пошло и к итальянским королевствам, и к польским королям. И, в общем-то, если полазать по интернетам, то и у чешских королей, и многих других королей Европы жезл будет в виде некого подобия тризуба. Конечно, там аналогия с тризубом непрямая, и можно исследовать генезис того знака, который восходит к буквально палке, навершием которой служит Геральдическая лилия, так называемая. Иногда гибрид этой самой Геральдической лилии с крестом той или иной формы. Для киевских князей это было известно. Рюрик, основатель Киевской династии, не раз контактировал с теми же самыми королингами, и по нынешней официально-исторической трактовке даже считается вассалом некоторых королингских, собственно, начальственных деятелей. Детальнее о связи Рюрика, или как он в западных текстах известен, как Рорик Ютландский, детальнее об этом всем я отчасти рассказывал, отчасти еще буду рассказывать в других материалах. Поэтому Рюрик и Рюриковичи хорошо были знакомы с символикой Тризуба. Кроме того, для них же Тризуб означал еще и священного птаха Рарага. Это был личный их символ, личное их понимание знака Тризуба, их трактовка этого символа, их значение, которое они вкладывали, зная, что Тризуб – это и символ боспорских царей, это и символ, в общем-то, правителей Европы, это и символ многих древних богов, и то, что можно интерпретировать и в христианском ключе. Но для Рюриковичей, предки которых долгое время жили в городе Рерик, в городе, в общем-то, с названием в честь Рарага, для них данный знак был весьма связанный с летящим, пылающим, трехпламенным Рарагом, огненным соколом, огненным богом, своеобразным святым огненным духом, только не в христианской, а в славянской, ведической, ну или, как говорят сейчас, языческой интерпретации. Поэтому, конечно, это имело для них и такое значение. Также, если берем германскую мифологию, это и священная птица, которая на себе несет небесного кузнеца, такое есть значение. Еще ряд других нюансов, то есть, таким путем и осколки индоевропейского прообраза того, что в Индии стало известно как Гаруда, и что для греков, для римлян, было как громовой орел Зевса в западнославянской интерпретации. Все это срослось с темой Рюрика, с темой Рарага, еще как изначального образа, изначально древнего какого-то князя Рюрика до, задолго до нашего Рюрика, который основал Русь. Поэтому Рюрик, который основал Русь, естественно, все это знал, все это принимал, всем этим пользовался, и его потомки также. Но в их государстве, в рамках проводимого ими полюдия, то есть, обхода своих территорий и разрешения тех или иных дел на своих территориях, для них Тризуб также означал Днепр с Припятью и Десной по обе стороны от него. Такой речной Тризуб, по которому символически как бы пролетали соколы потомки Рюрика. Еще есть такой нюанс, что как раз начальную отдельность Руси от Неруси, от земель андрофагов обозначала река Неруса. Нерусь. Там несколько разные есть ее названия, но так или иначе, река обозначала Нерусь. Московиты пытались ее по-разному интерпретировать, что это Нерусло, то есть, не судоходная река, что это там еще что-то, финно-угорские, но все это не нужно, потому что как раз река и обозначала некую границу между землями Руси, Руси в узком смысле, то есть, можно сказать, Киевщины, и землями на северо-восток от Руси, то есть, землями залезтия, на которых проживали андрофаги. Дальше еще нюанс, что когда позднее уже русины сделают ряд своих представительств и на севере, и на востоке, и так дальше, рядом с озером Ильмень будет основан город, который так и назовут город Руса. Россияне сейчас его называют Старая Руса. Вот тот город, основанный русинами, выходцами с Руси в узком смысле этого слова, с Малой Руси, тот город также, соответственно, позднее был колонией Руси и обозначал распространение Руси, распространение Руси как носителей данного этнонима, так и распространение политического, экономического присутствия и власти государства Киевская Русь. Субтитры создавал DimaTorzok